Здравствуйте! Сегодня обсудим образовательный проект «Символы государства сквозь века». Для чего он был создан, как он реализуется в нашем городе, кто в нем будет участвовать и из каких этапов он состоит. Сразу скажу, что участников ждет путешествие. Обо всем подробнее расскажут гости в нашей студии. Это руководитель образовательного проекта «Символы государства сквозь века» Анна Андреевна Лебедева и куратор этого же проекта Владимир Владиславович Коваленко. Я приветствую вас в нашей студии. Давайте сразу же в теме и вопросы первые будут. Что это за проект вообще? Какие цели он несет? Какие в нем задачи? Владимир Владиславович? Ну, цель, наверное, сама уже в названии проекта говорит о том, что мы должны популяризировать знания среди детей и молодежи наших основных символов нашего государства. Это герба, государственного гимна и нашего флага. На это и, собственно говоря, нацелен проект. В качестве задач, конечно, мы ставим уже поэтапные образовательные моменты, связанные с подводом к решению главной цели. И в том числе то, что позволит нам показывать знания, уже полученные нашими участниками проекта, на практике. Как они освоили и знают символы государства. Ну и, естественно, на всех мероприятиях, которые будут проводиться, мы должны воспитывать любовь и уважение к государственным символам нашего государства. Здесь понятно, проект, насколько я понимаю, такой достаточно глобальный. И мы сейчас подробнее еще обсудим, из каких он этапов состоит. Но в целом, кто привлечен вообще к реализации? Анна Андреевна, вопрос к вам, да? Какая команда? Насколько большая? К реализации проекта мы привлекли опытных педагогов, которые проводят уроки для школьников и семинары для студентов и участников морского похода. Специалистов Черноморского флота, военнослужащих российских и волонтеров. Среди волонтеров есть как школьники, так и студенты, так и взрослые люди. Это большая команда? Довольно большая, да. Ну, собственно, я думаю, что и работа тоже в целом предстоит большая. Конечно, да. А вообще сам проект, из чего состоит, что это за шаги? Вот вы говорите, морской поход, я уже тоже анонсировал, да? Что это вообще? Расскажите подробнее. Проект состоит из трех этапов. На первом этапе мы проводим уроки по истории государственных символов для школьников. Привлечем 150 школьников, проведем около 10 уроков в разных школах города. Затем пройдут три семинара, в которых примут участие 300 участников проекта. Потом пройдут выставки на площади Нахимова, посвященные проекту и походу, который состоялся в прошлом году. Затем состоится сам поход. Мы планируем отправить детей в яхтенный поход по маршруту Севастополь-Артек-Севастополь и Феодосия-Артек-Феодосия. Одновременно будут выходить яхты из порта Феодосия и из Севастополя. Встретятся они в Артеке. В Артеке пройдут разнообразные мероприятия. Мемориальные, культурные, спортивные, образовательные. Там намечена очень интересная обширная программа. В том числе разворачивание флага, который был специально изготовлен для этого проекта. И подъем, церемония подъема флага на яхтах, на кораблях. Кстати, существует связь между историей символов государства и историей российского флота. Мы знаем, что впервые Триколор, который сейчас является флагом нашего государства, был поднят на военном корабле «Орел» еще в царствовании Алексея Михайловича, отца Петра Первого. Поэтому и мы тоже в нашем проекте хотим, чтобы у детей такой сложился ассоциативный ряд. В него поставить символы государства и историю нашего Отечества и нашего флота. Интересно. Так, а вот вы говорите, что этапы будут и выставки, и все остальное. А вот может быть как-то о самих выставках, я так полагаю, что будет выставка с походом прошлого года. Это для чего? Для того, чтобы подогревать интерес, чтобы дети в этом году пошли, да? Конечно. Мы же должны, прежде всего, популяризировать то, что мы занимаемся, среди широкой аудитории. И разворачивание выставки о прошлом походе, потому что в этом году еще его нет, естественно, будет проводиться по результатам прошлого похода на площади Нахима. Также мы планируем показывать ролики о нашем парусном походе на жидкокристаллических экранах, светодиодных в различных форматах. Также в кинотеатрах мы имеем договоренность, с рядом кинотеатров будут показываться эти фильмы о прошлом походе. Как разворачивался флаг, какие проводились мероприятия, чем занимались наши участники похода в течение всего маршрута. А что за уроки будут проводиться, насколько я знаю, или уже проводятся на первом этапе? Уже начались проводиться. Первый уже у нас состоялся в школе номер 27 в Любимовке. Анна Андреевна непосредственно там участвовала в организации этого урока. Вот, и сейчас я хотел бы попросить, чтобы она немного более... Пожалуйста, пожалуйста. Мы на уроках, посвященных истории государственных символов, мы рассказываем об истории герба, флага и гимна. Причем гимн мы исполняем вместе с детьми. И севастопольские школьники, даже приезжая в другой город, они исполняют слова гимна. Мы им рассказываем о том, что у нас был такой период в истории Российской Федерации с 1993 по 2000 год, когда государственным гимном была патриотическая песня на музыку Глинки. Она была без слов. И в 2000 году российские спортсмены, олимпийские спортсмены обратились к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой создать гимн, слова которого можно петь, когда наши команды или наши спортсмены одерживают победу. Потому что стоять на пьедестале и просто слушать музыку немножко не те чувства испытывают спортсмены. И он ответил на эту просьбу. У нас есть гимн со словами. И поэтому наши дети этот гимн поют. Недавно я возила две команды на всероссийские соревнования в Москву, в Московский политех. И когда исполняли гимн, именно наши дети, наши две команды из 25 присутствующих команд пели гимн. Потом ко мне подошли организаторы и сказали, вы знаете, мы вот тут в Москве уже больше восьми лет прошло с тех пор, как Крым вернулся в Россию. Но мы до сих пор думали, что вас загоняли насильно в Российскую Федерацию. А теперь мы понимаем, что да, действительно, вы вошли по своей воле. И то, что ваши дети поют гимн так искренне и не стесняются его петь, свидетельствуют о том, что то, что говорят, это действительно правда о нас. Да, ну, можно по референдуму вспомнить. Но это тема уже для другого эфира, сколько человек проголосовало за. Поэтому я не думаю, что кто-то тут действительно насильно кого-то загонял в Российскую Федерацию. Ну, вот, собственно, дальше пойдем. То есть это понятно. Здесь уроки, выставки, вот эти подогревающие интересы. Соответственно, второй этап, как я понял, это сам морской поход, да? Вы тоже принимаете участие в этом морской походе? Ну, вот немножко расскажите. Про прошлые годы хотя бы кратко, потому что, к сожалению, эфир не такой большой. Но вот что ожидаете от этого похода по сравнению, допустим, с прошлым годом? Он как-то будет отличаться? В этом году мы планируем сделать несколько кратковременных, таких пятидневных образовательных модуля, которые предполагают себе такие коротенькие морские походы на яхтах. Мы планируем привлекать поменьше по сравнению с прошлым годом количество яхт по определенным условиям безопасности, связанные и с другими организационными моментами. Но мы разделяем на три части. Три похода будут у нас в июле и в августе проходить по тем маршрутам, которые Анна Андреевна сказала. Севастополь-Артек, Севастополь-Феодосия, Артек-Севастополь. То есть мы не будем пока планировать дальние выходы в Новороссийск, как мы раньше это планировали. Пока мы в этом году приняли такое решение. Понятно, да, вот удивило. Помню, что вроде про Новороссийск раньше шла речь, сейчас пока решили от этого отойти. Сколько детей, подростков вообще привлечено будет к походу в том числе? Ну, в масштабе проведения занятий это где-то у нас будет 150 участников. Те, которые ребята подадут заявки, мы планируем около 300 заявок собрать на участие в походе. Среди них будет отобрано 150 человек для участия в походе и для разворачивания флагов. Хочу добавить о том, что мы планируем все-таки участие новороссийских яхт в этом году. Но они к нам присоединятся, естественно, из Новороссийска. То есть вместе с ними мы не пойдем в Новороссийск, но новороссийские яхты планируются, что придут сюда, к нам в Севастополь, в Артек, и активное участие в походе и в разворачивании флага примут. Поэтому Новороссийск мы не теряем из поля зрения. Кроме того, мы планируем по результатам похода еще заключить на третий этап. Это производство фильма о проекте и демонстрация его на уроках Севастополя ведения и в сети на наших контентах. Мы планируем охватить в общей сложности более полутора тысяч детей, подростков и взрослых знаниями о том, что этот поход и проект символа государства сквозь века были реализованы в Севастополе в этом году. В самом походе, насколько я понимаю, еще и запланировано посещение каких-то мест исторических. Есть такое? Конечно. Так, расскажите об этом. Ну, мы планируем, естественно, в Севастополе посещать. Когда ребята сюда приедут, у нас будет один-полтора дня экскурсионная программа, где мы договариваемся о посещении знаковых мест, исторического центра города. Также в Артеке есть прекрасные места, где можно вспомнить о подвиге наших воинов в годы Великой Отечественной войны, ознакомиться с биографией артековцев, героев нашей страны. Феодосия – тоже город воинской славы, который имеет очень прекрасные исторические места, музеи. В прошлом году мы детей возили в Аджимушкальские каменоломни, в этом году пока не планируется туда поездка. Завершается это все чем? Третий этап? Третий этап завершается созданием фильма и демонстрацией о уроках Севастополя-Веления. Хорошо. А кто вообще в целом поддерживает данный проект, Анна Андреевна? Расскажите. Я так понимаю, что без поддержки сложно, вы же самостоятельно не сможете такой масштабный проект реализовать. У нас есть партнеры, с которыми мы давно продуктивно работаем. Это прежде всего Черноморский флот Российской Федерации, Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Степановича Нахимова, Региональное отделение ДСААФ России, МДЦ «Артек» и Детский оздоровительный лагерь «Ласпи». Департамент образования и науки города Севастополя, Государственный морской университет имени Ушакова в городе Новороссийске и ряд других партнеров, которые помогают нам на протяжении уже многих лет. Морская тематика, понятно, что поддерживают тоже в таком же направлении, но и, естественно, государство, насколько я знаю, большинство подобных направлений и военно-патриотических, просто патриотических и других, любых других тоже всегда поддерживают. Ну, остается буквально пару минут еще про мероприятия, которые еще ждут севастопольских ребят, вот именно в направлении военно-патриотического воспитания. Какую еще работу ведете? Да, прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сказать, что поддержка этому проекту оказана фондом президентских грантов и администрацией президента. Они традиционно поддерживают те проекты, которые действительно пользуются большой социальной значимостью. Я считаю, что это один из этих проектов. Детей наших и подростков ждет в ближайшие несколько месяцев, в каникулярное время. Мы проводим программу «Школа будущих командиров» для 600 детей, которые будут находиться на оздоровлении в детском оздоровительном лагере «Ласпи». Мастер-классы мы проведем по программе, как и в прошлом году, и обучим детей навыкам начальной военной подготовки, туристической подготовки и другим навыкам, которые пригодятся им в самостоятельной жизни. Кроме того, мы сейчас с этой недели начинаем морскую подготовку школьников и студентов колледжей, университетов на базе Черноморского высшего военно-морского училища, где их ожидают также выход в море на веслах, под парусом, участие в гонках. Кроме этого, у нас сейчас начинается в мае месяце программа в Артеке. Вот такие основные моменты. Да, я думаю, что все мы все равно обсудить не сможем, потому что, сколько мы уже в этой студии не встречались, всегда есть какие-то интересные мероприятия, которые можно обсуждать. Я вас благодарю за то, что пришли к нам в студию. Желаю успехов в реализации этого проекта. И я надеюсь, мы встретимся, еще обсудим, как прошел морской поход и все остальные этапы данного проекта. Спасибо, что пришли и ответили на вопрос. Спасибо. Я напомню, что у нас в студии были руководители образовательного проекта «Символы государства сквозь века» Анна Андреевна Лебедева и куратор этого же проекта Владимир Владиславович Коваленко. Желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова